Ну вот, мы сейчас едем по улицам Бахчисарая, они находятся прямо расположены между этими глыбами, камнями, скалами, да. Дома прямо под вот этими вот такими валунами или что это, я не знаю. Бесплатная парковка. Что он там кричал? Такие розовые, что он там кричал. Вот, мы сейчас хотим попасть в Успенский монастырь, мужской монастырь, который тоже расположен в скалах. Ну, вон люди белье сушат, живут прямо между камнями. Вот такой вот у нас разный Крым. Степной, горный, восточный. И там бесплатная парковка, указатель тоже. Какая красота. Касса. Для чего касса? Историка, культурный заповедник. А как нам туда же попасть? Молодые люди сюда. Сюда кричат молодые люди. Может, не туда уже поехали, пап? А я не знаю. Может, остановиться спросить? Ты думаешь, так выровняли? Вот здесь что наверху, да кто их ровнял, кому не нужно. Не туда, мы заехали, едем обратно. Тут тоже свои красоты. Так вот люди живут в такие деревни. Как в Кавказской принятии. Здесь же ее снимали тоже. Мы снова долго поднимались. 600 метров вверх, вверх, вверх. Здесь тоже какой-то выступ был. Фонтанчик, наверное, тоже. Вот видите, там уже дыры, как пещерные города. А мы идем, все еще идем к Успенскому монастырю. Мужской православный монастырь. Тоже здесь в скалах, в Бахчицараве. Такой вот дорожкой мы идем. И вот он уже виднеется отсюда. Тут строят новые, наверное, помещения. Либо восстанавливают. А вот видите, там гроты внутри скал. И там вот были тоже какие-то помещения. Вот, там окошки, если можно увидеть, вот там вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот везде такие вот сейчас начнется поселение. Вот так вот вверх поднимается. А тут такая лестница была слегка. О! Как здесь красиво. Фонтан. Почему-то не работает. Всякие сладости. Видно, монастырские. Стойте, стойте. Вот. Вот отреставрировано здесь все. Пытаются возобновить. Были просто пещеры и все. Вот. Там водичка светает. Все умываются, обливаются. Эта водичка набирает с собой. Вон, видите, как строили? Прямо под горами здания стоят. Вот там внизу большой комплекс. Но туда почему-то заходить нельзя сейчас, да? Внизу стоит храм какой-то. Запрещено. Вот там реставрируют. А вот там строят новые, видишь? Да. Или реставрируют, или новые строят. Новые строят. Вот. Если туда дальше идти, мы дойдем до Чуфут-Кале. Но вот мы еще думаем идти, не видеть. Пойдешь на Чуфут-Кале туда? Пойдем? Полтора километра идти всего. Вот есть полосты. Видишь, это видны такие помещения жилые. Сюда не пускают. А вон, красивые. Уменькая вещь. Вот, смотри, как сидят. Это вроде из-под соломы хата, да? Да, 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 крыша. Мазалка, мазалка. Греческий монастыр. Он приезжает посетить святые мечты. Тут рассказывают экскурсии. Хода нет. Монастырские угодья. Видишь, на русском языке, на этом старом написано языке. Монастырские угодья. А козочками пахнет здесь. О, как повалятся, да? Да, да. А, это тоже солдаты, да? Тоже солдатское кладбище здесь. Видишь, поддерживается. Вечная память. Чухать нам полтора километра вверх, к старому городу Чахут-Коле. Вот, видишь, заканчивается забор, все, это их территория заканчивается. Наверное. Потому что забором оно там и начиналось, таким же. А тут женщины, видите, на наклее. Тут сверху, да, заплакаешь? А? Чухут? Да. Ну, не знаю. А она, что же была? Нет, не была. Я нам отгубка лебала. Ящерица, Жорка, смотри. Да. Смотри, вот тебе и динозавр. Видишь? Вот динозавр. А ты не верил. Ты спрашивал, где динозавр, смотри. А вы везде. Эй, вы там, а наверху. Папа с Лизкой по одной дороге пошли, а мы по другой. Жора, помаши. Мы идем по низу, они уже по верху идут. Ну, а мы туда поднимаемся, наверх. Вот он уже город Чуфут-Коле. Город 11 века. Раньше там обитал турецкий хан. А потом построили ханский дворец, там, где он сейчас, где мы были в Ахчисарае. Жарко, собачки. Жарко маленькой. Сейчас поднимемся еще по самому солнцепелку. А там еще, Жень, 8 километров еще куда-то идти можно. Еще 8? Да. Туда? Дальше? Да. Туда? А, нет, туда мы уже не пойдем. Мы сюда пойдем. Ну вот, смотрите. Стоим на самом пекле, но окружены горами, а такой красотой. Пещерными городами, старыми, древними. А что, папа остается? Да, он не хочет. Будет в теньке сидеть? Да. Мы там уже 10 минут ждем вас. Да? Да. А мы не спеша идем. А куда лучше идти, туда или туда? Так, еще, еще чуть выше поднялась. Вон, какой красивый наш Крым. И горный, и степной, и холнистый. Всякий. Сейчас мы зайдем туда за стену. Считайте, что это раньше был Бахчисарай здесь, самый главный город Крымского ханства. Папа внизу сидит. А мы все вверх и вверх. Так. Так красиво. Ух. Стоит усилий. Очень-очень жарко. Ух. Вот они ворота. Южные ворота. Малые тайные. Шестой, восемнадцатый век. Сейчас пойдем. Нет. Саш, ты держи пока тут. Да держу я ее. Вот. Мы зашли. Это все был город. Там ворота остались внизу. Стена. Жарко, прижарко, прижарко. Все время вверх надо идти. Фух. Зайдем в пещеру. Может, охладимся. Последние жители покинули этот город в девятнадцатом веке только. Фух. Какие тут эти, да? Почему такие? Ну, уже непригодное для жилья уже было все. Все-таки это древнее. А тут то самое вообще везде тут продувает. Да, продувает. Фух. Можете сесть посидеть. Ой, холодные. Не остудите полно. Ну, я не думаю, что уж настолько холодно. Как-либо. Это, видишь, что-то они что-то делали. Тут было у них мастерские какие-то леготовили, да. Вырублены скамеечки вокруг, видишь? А, там еще один из Даша. А, да. Какой-то смотровой, может, или что-то. Тут видно, какие-то эти в палке, в пауке, в пауке, А там ящерица. Я увидел на собой этаж ящерица. Да. Да, теперь здесь проживают ящерицы. Маме звонит, да? Там Лиза с Жорой сидели, уже вышли. Детенечек еще терпимо. Ой, ступени есть, да? Жорка, а ну иди сюда. Не оставайся здесь один. Иди. Сюда иди. что-то ступеньки есть. Тут я, тут я на эти хозы жили. Да? Запах. Так что, запах 200 лет, что ли? Нет, ну не давно уже. Наверное, пастухи лет. Ой, какие помещения. Да, окно. Окно, да. Ужас, тогда что бежали здесь? Да. Тысячу лет. Жизнь проходила у людей так. По этому самому полу люди ходили. И мы сейчас ходим. С 6 века, да? С 6 до 18. Ну вот, мы все выше и выше и выше. и мы уже вот куда залезли. Как далеко все видно. Какая здесь красота. Невероятная. Если бы не такая жара, вообще было бы супер-пупер. Сейчас еще пройдем вдоль стены. Еще чуть-чуть туда пройдем. очень много ящериц. Жора прямо не может налюбоваться на ящериц. Вот. И вот это вот такое настроили наверху. Сюда тащили какие-то материалы. Что-то тащили. А продовольствие и все остальное. Ну, а ханы, представляешь, им же нужны и вода, и вино, и винограды, и все остальное. Фрукты. С севера сюда и пошли. Из Грузии, из Греции. Ну, это же все доставлялось каким-то образом, я же говорю. Это же все сюда наверх, без транспорта такого, как сейчас. Без ничего. На лошадях. Это же явно осталось вот эти пиростоки. А вот и кенасы. У нас в Евпатории тоже есть каранильские кенасы. И вот кенасы. это караимские молельные дома, расположенные в одном дворике. Слева от входа большая, справа малая. Караинские кенасы. Нет, туда мы не пойдем. кенасы. Караинские еще лежат в России. Италия, и Вина. Это очень редкая народность караимы. Они только в Крыму жили, их численность очень уменьшается, если они остались еще настоящие. У них есть какие-то общины, они пытаются поддерживать культуру, но они уже очень малочисленные. Хотя у меня в классе девочка училась, она караимка. Караимка? Да, она говорила, но у нас это не знал жена. И ты не знал еще тогда, да? Ну что, давайте сюда зайдем. Как идея? Кенасы, это мол, да? Молельня. А нет, а что она? Ну, кенасы это... А вот, видишь, прям городок, да? Вот, это уже на город похоже. А тут ничего не интересного? Ну так, последних тут, тут здесь жил, как караимы. Караимы, Это последние. Я думаю, вы поняли, вот снорама вот здесь будет. Вот это 18 век уже, это уже одна из последних. Жор, иди сюда. тоже одна из последних построек караимских. Вот здесь тоже вязью написано. Я уж не знаю, арабской или какой. Может, какой-то у них свой язык, да, караимский. там написано 18 век или что там написано. Видишь, что написано еще? Украинская, радянская, социалистичная республика. Кина со 18 века. где они? Это молельная. С левой маленькая, а с правой большая. только вот закрытые они, в них не попасть никак. караимы. Вот такие узенькие низенькие воротцы арочки. Что-то там еще есть? Дедушка уже устал нас ждать. Там еще какой-то храм. Какой-то храм еще, да. Не малыш это. Так не снимаешь, Не, ничего говори. Видите, караимы и горские евреи это разные? Вроде да, но они как-то не знают. Караимы, горские евреи вроде бы разные. Но это все вот эти вот малые народности, я не знаю. А вот музей была построена как он в 46 году. мавзолей развалена. А это что-то уже новее осталось. такое мавзолей. сооружение мавзолей. Сейчас мы зайдем сзади. в отсюда обалденно. Сюда еще одну На все, что только можно. Вы только гляньте. Я стану сейчас за камень. Мама моя вода. Внизу долина. Чтобы меня отсюда еще не снесло. Внизу долина. Внизу ямы. Вот и я залезу еще выше. Еще выше, опять же, вот эти дороги. Да, белые. И туда-туда. Вот это видно, а вон люди. Что за люди? А мотоциклы или что там? Это видно на мотоциклах вот этих. Да, вот это да. Это здесь. Так, ну и Деня ходил, уже сам снимал, но сказал, это нужно видеть. В итоге решили пойти мы все посмотреть. Вот это нельзя на камеру. На камеру не передать, сказал. Вот. А я смотрю, туда идут, туда идут, но мы уже не пойдем, да? Вот это мавзолей хана. Это мавзолей его дочери. Хан Тахтамыш. А, ты же рассказывал? Да. Ну все, это да. Мы все гадаем, оригинальная ли это дорога или нет. Это, похоже, размытая дорога. Вот. Конечно, сейчас нас как бы задуло там на горе. Там такие ветры, как люди здесь жили. Уже здесь была полностью их жизнь. Они же не просто сюда приезжали гости или на дачу. Мы тут жили круглый год. Зимой здесь тоже погода не позавидуешь. В горах прямо на вершине. Устали жутко. Пылью нас обнесло. Ветрами обдуло, жарой разморило. Вот. И мы сейчас идем к святому источнику. Умыться и попить водички. Конечно, мы не пожалели, что пошли. Но стоило это труда. Вот. Пойдем сейчас умываться и пить водичку. Здесь иконы. Поднимемся сюда в монастырь. Не монастырь, а в часовню. Овечки пасутся. Дальше уже нельзя идти с камерой, фотоаппаратом. Туда уже нельзя. Вы видите, даже в скале ангелы выгравированы. Столбы такие, колонны. И там. Только монастырский можно. Живут в Равскале. Равскале живут. Нам в Ханском дворце посоветовали зайти вот в это кафе. Называется Сефа. Хош Сефа. Крымско-татарская кухня. Вот адрес, если что. Вот. И здесь очень такое характерное атмосферное кафе. Тут и виноград растет. Там можно посидеть на подушках. На этих диванчиках столы стоят. Вот. С ногами вместе. Хочешь ноги подними и задерись. Да. Можно ноги под себя по-турецки сесть и стол. Конечно удобно. Как у себя дома. Как дома. У меня тоже. Я не умею съесть. Ты замуж это. И я могу. Я раньше мог на корточках сидеть целый день. А сейчас две минуты посижу и не умею. У меня тоже не умею. В общем, мы сейчас по нас заказывали татарской еды. Чебуреки заказали. Плов. Шашлык из баранины. Сейчас покажем, что нам принесут. Начнем сейчас. Вот нам принесли томатный сок. Напитки. Сок, кстати, натуральный, натуральный. Прям помидорами. Пахнет. Да, натуральный. Чуть сколько, что это? Ты можешь даже попробовать. Это не из этого. Они из этого. Прям поводу токой давленой. И вот такая красивая лепешка. Ароматная. Вот эти вот семена пахнут, да? Ммм. 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 Ммм.